МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кажись, сигаретам нет. 31 мая отмечается Всемирный день отказа от курения. Он призван привлечь внимание общественности к широкому распространению употребления табака и к негативным последствиям для здоровья, которые в настоящее время имеют около 6 миллионов человек во всём мире. Врач-психиатр-нарколог Галина Труфанова рассказала об актуальности проблемы курения и методах борьбы с этим заболеванием. Галина Георгиевна, расскажите, насколько сегодня проблема курения актуальна в мире? Курение – это актуально всегда, потому что сама статистика распространения табака курения говорит о том, что в последнее время лишь только от табакокурения умирает в среднем 5,4 миллиона курильщиков. Эта болезнь, ну, можно сказать… Уходит по миру? Конечно. Эта болезнь, она чем страшна? То, что сразу никаких симптомов не убывает. Люди курят годами. Вы сами знаете, 10, 15, 20 лет. И всегда считают, да, это все ерунда, это все в раке. А потом, просто видите, все зависит от иммунной системы. Если хорошая сопротивляемость человека, он может курить и 15, и 20 лет без ущерба для своего здоровья. Но в последнее время, учитывая атмосферу, учитывая воздействие внешней среды, иммунная система, конечно, подавляется у большинства людей и уже на ранних этапах формируется и возникает онкология, то есть рак легких у курильщиков. Может, конечно, рак и других органов, но зачастую, потому что первая мишень – это легкие. Поэтому сейчас очень много патологии, именно онкологии, именно у курильщиков. Ну, Россия под табакокурение выходит в пятерку самых курящих стран в мире. Это после Китая, США, Японии, Индонезии. А по динамике увеличения числа курящих людей мы сейчас на первом месте. Причем тревожные цифры, в основном тревожные цифры среди молодежи. Это юноши 15-17 лет – это в среднем 50-70%, а среди девочек – это где-то 40-60%. Ну, у взрослого населения, у мужчин это 55-82% курящих, среди женщин – от 13 до 40% курящих женщин. Значит, почему именно многие, желающие бросить курить, не у всех получается? В чем причина? Ну, причина заключается в том, что формируется психофизическая зависимость у лиц, которые длительное время употребляют табак. В состав табака, ну, в состав сигареты входит очень много токсических веществ, но самое главное – это никотин, тот, который формирует вот эту зависимость. Это такая же зависимость, как алкоголя, от наркотиков, это то же самое. Но, значит, если формируется эта зависимость, то здесь, ну, можно сказать, при отмене будет формироваться синдром отмены. То есть, если дефицит никотина, то есть человек, который хочет бросить курить, вот он день-два не покурил, на второй-третий день у него уже будет абстинентный синдром. То есть, это расстройство здоровья в результате дефицита никотина. То есть, если не попал в его организм никотин, у него начнутся нарушения. Значит, пик этих нарушений приходится на третьи-седьмые сутки после того, как человек бросает курить. А что появляется? Появляется нервозность, раздражительность, что-то как бы не хватает, какой-то дискомфорт. Иногда у некоторых даже бывает головная боль. У некоторых бывает какая-то рассеянность, несобранность. Вот. Бывает даже нарушение сна, вплоть до бессонницы. Ну, и о снах. Значит, симптомы у всех, конечно, по-разному, в зависимости от того, как долго человек курит. Но у длительно курящих людей эти симптомы могут продолжаться где-то в среднем месяц, два, три, до полугода. Потом актуальность теряется, и человек может спокойно всё-таки бросить это всё. Вот. Но пик приходится на третьи-седьмые сутки. То есть это самые сложные, это самые наиболее тяжёлые симптомы. А дальше оно уже идёт на обыдь. Расскажите, какие методы лечения сегодня у вас в диспансере существуют? Лечение у нас производится в тринадцатом кабинете «Вход со двора». В основном проводят психологи. Лечение, ну, оно характеризуется чем? Прежде всего, это необходимо, ну, подавление в лечение. И есть одномоментная методика лечения. Вот. А есть, ну, постепенная. Ну, одномоментная – это лучше всего для молодых людей, для здоровых людей. А дробная или же, ну, можно сказать, постепенная отмена курения – это для лиц, у которых сопутствующая патология. Это потом, ну, возраст уже преклонный и длительное употребление, ну, длительное курение. Почему необходимо постепенно? Потому что резко может спровоцировать то или иное заболевание хроническое, которое имеется у этого человека. Вот у нас женщина была с сахарным диабетом, тяжёлая форма. Она не могла бросить курить. Здесь только постепенная отмена каждый день по одной сигарете. И, ну, плюс ещё обязательно медикаментозное лечение. Значит, одномоментно… Получается, получается, психология и медикаментозная лечение. Значит, при одномоментной отмене и постепенной отмене обязательно необходимо медикаментозное лечение. Значит, мы используем здесь, может быть, спрей, таблетки, может быть, жевательные резинки, это может быть и пластыри, но это никотинозамещающие средства. Они очень широко сейчас распространены в аптечной сети, можно приобрести, но… Одномоментно производится психотерапевтическое воздействие и закрепляется эффект воздействием никотинозамещающих препаратов. Значит, никотинозамещающие препараты, они абсолютно безвредны. Эти препараты, которые входят в состав этих медикаментов, ну, допустим, там, таблеток или спреев, они безвредны. Вот тем они и хороши, то, что они не дают отрицательный эффект. Ну, вот, допустим, мы жуем резинку или положили, допустим, пластырь. Туда, через кожу в организм человека в кровь, проникает никотин, но он безвредный. И уже уменьшается зависимость и уменьшается влечение. И так каждый день постепенно в фоне психотерапии у него исчезает влечение к курению. И при накоплении этого положительного никотина по истечении, ну, недели или 10 дней, и закуривание уже обычной сигареты уже не совсем приятно. И уже, ну, немножечко отбивает желание выпить. Вторая методика. Вторая методика – это сенсибилизация. Сенсибилизация – это использование специальных лекарственных препаратов или же психотерапевтических методик, с помощью которых вызывает сенсибилизация, то есть повышенную чувствительность к никотину. То есть принимается, допустим, какая-то таблеточка или проведен сеанс психотерапии. После этого человек закуривает. У него сразу происходит одышка, кашель, неприятные ощущения. И так несколько сеансов – то же самое. Вырабатывают аверсию и вырабатывают отвращение, нежелание курить. Это вторая методика. Ну и третья методика – это чисто психотерапевтическая, то есть поведенческая методика. Там есть метод, значит, пряника и кнута. То есть когда он, допустим, не курит, его поощряют. А когда закурил, да, тогда можно и поругать. Но, тем не менее, на этом процесс не кончается, и мы достигаем соответствующего эффекта. Как часто к вам обращаются жители республики и какой возраст, как правило? Чаще всего обращаются люди, у которых сопутствующее соматическое заболевание, и им необходима, допустим, ишемическая болезнь сердца. Ему курить нельзя, ни в коем случае он без этого не может. А у него, конечно, никотин провоцирует одышку, провоцирует боли в области сердца. И здесь, конечно, на фоне лечения основного заболевания ишемической болезни сердца мы произволим дополнительное лечение наше. Именно больше преимущественно психотерапевтическое и отдельные виды медикаментов. Но, во всяком случае, чаще именно сложные случаи обращаются. Молодые люди приходят, чаще всего получают консультацию, пробуют сами. Не получается, потом приходят. Но, во всяком случае, сказать, что вот как с алкоголизмом и наркоманией обращаются, все-таки здесь процент несколько меньше. Потому что не считают, что ущерб здоровья такой же, как от наркотиков, алкоголя. Нет. Почему-то вот считается, что справиться сами, что это несложная проблема. Но, тем не менее, я бы не сказала, что у нас такой прям ажиотаж. Редактор субтитров А.Семкин